Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Дошла я наконец-то до томатов. Сегодня у меня день пикировки. Всё быстро пикирую, рассаживаю. Про перцы я говорила, что тут вопрос остаётся открытым. Пикировать или нет. Но в вопросах... А, перцы кто-то пикирует, кто-то нет. Но в вопросах с томатами, нет почти ни одного огородника, кто томаты не пикирует. Обычно пикируют все и очень-очень редко садят сразу без пикировки. С томатами ещё проще, чем с перцами. Они не... Если про перец я говорила, что они боятся, они нежные, корневая там ломается, многие из-за этого не пикируют, то про томаты могу сказать наоборот. Томаты пикировки не боятся. Каждая пикировка ещё больше улучшает их корневую систему. Пикировать томаты одно загляденье. Это очень быстро. Можно не волноваться за их здоровье. Можно не бояться. Можно смело брать и пикировать. Я раскладываю грунт в более высокий лоток. Был вот низкий для посевов. У меня посевные и вот пикировочные они разделяются. Начинаю делать им гнёздышки. Второй раз, которые ранние посевы, вот эти январские, я пикирую тоже не очень редко, потому что сейчас ламп мало, стеллажи все заняты. И пикировка у меня будет ещё одна в последующем. Сейчас я просто рассаживаю их, чтобы они не загущались, чтобы чувствовали себя более-менее. Если у меня раньше в каждом ряду было 12-13, то сейчас будет в два раза меньше. Так же, как перец, беру кончик, укорачиваю, укладываю по семидольные. Вот у меня сейчас, сейчас я вам покажу, вот это петруша-огородник. Он уже, его можно было и пораньше распикировать, но сейчас у меня руки дошли сейчас. Я делаю всё руками только потому, чтобы они более чувствительные. Но кому руки жалко, можно тоненькие перчаточки, во-первых, все эти корешки надо смотреть. Всё это я щупаю, я трогаю и температуру почвы, и влажность её, потому что общий, вот когда я грунт накладываю, я никогда общий полив не делаю. Потрогала рукой, влажненько, всё нормально пойдёт. Потом каждый под корень полью. И всё, конвейер берём, отщипываем, укладываем, отщипываем, укладываем. Чтобы распикировать один ящик, достаточно, ну там, сколько, 15 минут. Люблю пикировать вот эти вот мои сибирские коротышки, которые детерминантные, которые низкорослые, с толстыми стволиками. Можно, опять же, не бояться их повредить. Они неубиваемые, ну не то, что неубиваемые, но у них толстый стволик, видите, они какие, как дубки. Их прям в руку брать не страшно. С ними работать может самый-самый начинающий, как говорится, огородник, первоклассник, или даже подготовительная группа. Они толстенькие, они в руке, их держать удобно. Не неженки, короче. Я потом буду пикировать тонкоствольные сорта, я вам покажу, с теми посложнее. Они, во-первых, длиннее, у них длина больше. Они иногда их заглубляешь, они даже до конца лотка еще торчат сверху. А эти, как игрушки, играющие. Сейчас распикируем их. Вот что хочу сказать про пикировку томатов. То же самое, что про перец. Во время пикировки мы отбраковываем все слабые и хилые экземпляры. Укорачиваю стержень, ой, этот стержневой корень основной, потому что томату основной вот этот стержневой корень не нужен. Он развивается не через него. Он образует потом вот эту систему сложную боковых корешков, расползается под землей, ну там на глубине сколько, 20, 40, 60 сантиметров. А этот, который стержневой, ушел бы в глубину, он и не нужен, в общем-то. И от каждой пересадки, еще в чем польза вот этой пикировки, конечно, немножко затормозим рассадку, она не будет так сильно вытягиваться, она будет хорошо расти. Корневая система сейчас у нее сделается как усложниться. Будет не такая, как вот один стержень вниз пошел и все. Раз отщипнули, будет много боковых побегов вот на этих, на стволиках. Все. Вот этот сорт я рассадила, сейчас расскажу про полив. Полив тоже, даже после посадки, сплошного полива лучше не делать. Берегитесь черную ножку, опасайтесь. Она поджидает нас, ждет, когда мы ей нальем много воды. Я вот розовым раствором марганцовки под корешок, под корешок, вот по этим же бороздкам, по которым делала ямочки, по ним же пускаю землю, стараюсь, чтобы междуряди остались сухими. Если общий грунт весь намочите, они маленькие, у них корневая система еще сцепки с почвой не имеет, она еще не сможет взять всю эту влагу, которую вы нальете, и начнется закисание почвы, а следственно возникновение всяких грибковых заболеваний, корневые гнили, черная ножка. Поэтому полив очень осторожен. Первую неделю после пикировки поливать вообще больше не надо. Все, 5-6 дней прошло, и начинайте редкие, обильные поливы. Раз в неделю польете, и до полного пересыхания почвы. Ну как, чтобы почва вообще хорошо так подсохла. Все, вот эта вот пикировка я не буду вас держать на всем лотке. Вот я петрушу распикировала, сейчас еще распикирую также алтайский сюрприз и жаростойки. Все разделю вот такими вот металлическими пластинками. И они у меня будут расти здесь месяц или полтора. А там уже будет тепло в теплице, или в отдельные стаканчики, или опять... А, еще забыла сказать. Распикировать можете вот из общего лотка и в стаканчики, и в контейнера, и в кассеты, как вам удобнее. Мне вот удобнее в этом лотке, потому что удобнее поливать реже, удобнее их обслуживать, опрыскивать все сразу вместе. Пикировка томатов, это, можно сказать, почти обязательная процедура, но не сложная. Не сложнее, чем потом высадите в грунт. Та же самая высадка в грунт, но только чуть пораньше. Все, до свидания. Кто первый раз пикирует, не бойтесь, ничего страшного, даже если один-два корешка вы сломаете, или у вас что-то не приживется. Это наше, как сказать, все приходит с опытом. Я показывала, вчера снимала видео, как узнать, хорошо ли прошла пикировка, вы потом увидите. Если у вас вот два листика, вы увидите, что третий листик появился, ну, выползает. Это значит, вы сделали все правильно, и растение уже прижилось. Все, до свидания. Это было видео на тему пикируем томаты. До свидания. Продолжение следует...